Они среди нас. Участники ЛГБТ-движения добиваются в Европе разрешения на гей-парад в Крыму. Активисты требуют от Европейского суда по правам человека более жестких санкций из-за запрета гей-парадов в России. Как именно они хотят наказать вертикаль власти, обсудим с нашими гостями в студии Татьяна Стрибкова, предприниматель, участница ТВ-проектов «Светская львица» и Владимир Шпатаков, директор православного издательства «Родное слово». Кроме того, узнаем мнение правозащитника Александра Молохова и свяжемся по телефону с главным геем России Николаем Алексеевым, руководителем проекта гей-раша.ру. Татьяна, вы светская львица, вероятно, часто бываете на различных мероприятиях. В вашей тусовке много людей нетрадиционной ориентации, так просто, чтобы для понимания масштаба? Да, среди моих знакомых очень много людей нетрадиционной ориендации. И вот насколько они готовы участвовать в гей-парадах? Все-таки открыто показывать, заявлять? Я не знаю, насколько они готовы участвовать в гей-парадах, но среди них достаточно адекватные люди, которые даже если сравнить с человеком с традиционной ориентацией, то чем-то даже лучше. Ну вот смотрите, да, просто требуют условно геи, там все эти активисты ЛГБТ, они требуют гей-парада, да, в каждом городе России, в Крыму в том числе, нужно провести гей-парад и прочее, и прочее. Ваши знакомые, они тоже сторонники этой позиции? Или им, в принципе, вот живут они своей жизнью, вот эту философию свою пропагандируют внутри своего сообщества и все? Я только хотела это сказать. Одно дело, когда это на показ, а другое дело, когда это такой человек. Вот, поэтому я не знаю, сторонники ли они гей-парадов, вот, и даже не знаю, что ответить вам. Ну, поинтересуйтесь при следующей встрече. Хорошо. Владимир, а я так понимаю, что вы противнее гей-парадов, или... Ну, конечно, как они могут быть? С гей-парадами? Кей-гей-парадами? С геями даже за столом садиться нельзя, вы знаете, что не есть, нельзя не общаться, если так нормальный человек, он нормально понимает, так говорят, традиционная ориентация, вообще, он просто нормальный человек, нормальный мужчина, нормальный. Девушка там, да, да, конечно, с этими людьми даже общаться, можно заразиться, это же бесовщина, чисто, это страшнее этого, реха может быть только самоубийство. Татьяна, вы сейчас там не заразились, общались все-таки с такими людьми? Нет, я не заразилась, я сторонница того, что у каждого должен быть выбор, как ему проживать его жизнь, а вот то, что вы говорите, это жестокость, это отношения, как будто вы чираетесь, и как будто их, если вы так верите в Бога, то... Не знала бы я этого или нет, а было бы это или не было? Вы ответьте на вопрос, вы хотели, чтобы ваши дети, чтобы у вас не было внуков, чтобы ваш сын, который вы родите, выносите, выкормите его, стал садомитом и не принес нам внуков, внучек? Нет, но в то же время я бы не хотела бы, но в то же время я бы не хотела, чтобы человек вот такой был, наделен такой же жестокостью и категоризмом, как у вас. Владимир, вы говорите, что нельзя сидеть за одним столом, ну, по крайней мере, телефонный разговор в порядке нормы, просто у нас как раз на связи сейчас Николай Алексеев, руководитель проекта гейраша.ру, после того, как власти отказали в проведении гейпарада, да, далеко не в одном городе России, на полуострове в том числе, Николай подал в Европейский суд по правам человека. Николай, добрый вечер, вы нас слышите? Да, добрый вечер, я слышу. Скажите, вот вы говорите, там, гейпарады, а мы вот на сегодняшний эфир ни одного из ваших, по сути-то, и не нашли, а вот как? Никто не хочет афишировать свои какие-то предпочтения. Какой смысл тогда в этой акции? Это камень в мой город, как бы для крайней меры. Вы знаете, дело в том, что у нас есть законодательство в митингах, и оно четко регламентирует порядок проведения публичных мероприятий. И я вас уверяю, что если бы эти мероприятия были согласованы властями вот тех крымских городов, куда мы подавали, то в них бы приняло участие достаточное количество людей. Может быть, это было бы не толпы, конечно, потому что люди многие боятся афишировать это от Крыма, но, по крайней мере, достаточное количество людей, я уверен, вышло бы и поучаствовало в этих мероприятиях. Поэтому вопрос сейчас стоит не о конкретном проведении мероприятия, а сейчас вопрос стоит о том, что у нас не было согласования ни одного из крымских городов, и мы вынуждены были пойти в суд, обжаловать эти решения и доводить эти дела до европейского суда. Что мы, собственно говоря, и сделали. Нам законодательство предоставляет такую возможность. Николай, ну вот ЛГБТ-движение потребовало от Европейского суда по правам человека более жестких санкций, да, из-за запрета гей-парадов, опять же, в различных городах России. А как именно вы хотите наказать тех людей, которые препятствуют вам? Вы знаете, мы сейчас на данный момент добиваемся от Европейского суда пилотного решения по данному вопросу, потому что мы уже выигрывали эти дела в 2010 году, в 2018 году, в прошлом году, в 2017 по как раз вот этому законодательству о запрете пропаганды. И мы сейчас хотим, чтобы Европейский суд вынес пилотное решение, по которому все остальные дела, которые касаются этих запретов, они будут идти под копирку и просто-напросто одинаково решаться в ускоренном порядке. Европейский суд пока этому препятствует и не хочет, чтобы это было сделано в таком ускоренном порядке. Но, тем не менее, учитывая то, что у нас сейчас 204 города России, которые мы подали в Европейский суд, из 350, где мы подали вообще заявки, то, соответственно, на каком-то этапе просто другого выхода у Европейского суда не будет, кроме как принять такое пилотное решение. И оно будет гораздо большим осуждением, чем просто констатация факта того, что российские власти нарушили законодательство о собраниях и запретили нам провести эти мероприятия. Мне простая констатация уже не нужна, потому что на протяжении 8 лет эти решения не исполняются по сути правовых позиций, которые высказаны. Поэтому мы хотим дальнейших шагов со стороны странского суда. Николай, спасибо вам за ваш комментарий. Как бы то ни было, вы говорите о том, что какие-то уже положительные решения были в определенные годы, но, тем не менее, гей-парады так и не разрешили провести. Даже не знаю, желать вам удачи, наверное, все-таки не буду, к тому же Владимир здесь уже крестится. Да нет, он вообще много дает ему эфиров, что он такого сделал, что когда маленькая годская извращенцев навязывает миллиардам людей свои ориентации. Пускай ежедневно на остров на Невитаях, когда мы с Дежневых отправим, пусть он там занимается своим блудом, ласками своими. А мы же, ну все религии мира, ислам, православно-крестьянский, иудаизм, да все нормальные люди, это миллиарды людей, не признают это. Это порочный, страшный грех. Они хотят навязывать. Этот человек уже наследник Ады, этот ваш Алексей. Он уже живет в аду и попадет в аду. Хорошо, Владимир, ну а вот представим ситуацию, что геи-парады условно разрешат, да, вот допустим. Они разрешат их никогда в России. Вот утопическая ситуация, разрешат. Ну, значит, выйдет нормальная горска мужиков, это разобьет им бошки. Вы будете в этой горске мужиков? Конечно, когда я возьму камень большой, буду кидать в голову, чтобы мы их детей не соблазняли, ни детей наших, ни девочек. А что же, а чтобы мы смотреть, ну что такое, горска каких-то извращенцев придет, мы будем, здоровые нормальные мужики, их они будем глотать, их слюни. Так, может, вы убивать их готовы? Нет, убивать их не готовы, но по башке им надо, чтобы они боялись. Они же начинают тут суды, надо дать, чтобы люди боялись, человек не понимает слово. Есть духовный закон, надо его понимать. Владимир, знаете, есть такой вариант, что им может понравиться, ну да бог с ним. Татьяна, если возвращаемся к вопросу, который вам задал Владимир. А действительно, вот вы так достаточно лояльно, это слово, да, толерантно относитесь ко всем этим категориям людей с нетрадиционными пристрастиями. А вот в случае, если ваша дочь, если ваш сын, да, вот заходят, придут и скажут, мама, вот мы такие. Как вы отнесетесь к этому? Скажете, да, сынок, давай иди, мол, что они там делают? Нет, я хотела сказать не об этом, я хотела сказать о том, что зачем нужно что-то запрещать, как будто от этого исчезнет. Надо загонять их в рамки, в подполье, чтобы они не выходили свободно на улицу. Они хотят заниматься, есть какие-то клубы, знаете, есть какие-то у них там свои притоны, пускай там занимают, это их проблема. Мы сейчас лезем в их, ну зачем они вылазят на улицу, вылазят наших детей? Ну ладно, здесь я с вами согласен, зачем вот эти конфликты, когда есть ли у тебя вот такая ориентация, так зачем реально гей-парады? Ну в то же время, как раньше, парад прошел и все забыли. Вот этой войной как раз все обращают внимание на вот эти проблемы, нет, вот этими запретами, потом судами, разбирательствами. Давайте наркотики легально сделаем, давайте сделаем торговлю органов. Поверьте, кто хочет наркотики, будет их употреблять, кто хочет быть геем, будет геем. Нет, не надо ничего делать легально. Не будет, не будет. В смысле не будет, вы же каждому не запретите. Ну вот пример Советского Союза, да, господа, где в принципе все это условно мужеложство, да, было безусловно под запретом и прочее извращение. И никогда об этом никто не говорил. Может быть где-то, как сказал Владимир, в подполье они там занимались своими условно грязными делишками, да, но тем не менее такого ярого, откровенного, такого чего-то не было. Эти все парады, это идет как война за признание, и просто люди, вот правильно, потому что большинство людей так относятся и говорят, что это люди какого-то низшего сословия, а люди не виноваты, что у них такие предпочтения. Татьяна, у вас был подобный опыт, вы говорите, вот в тусовках в таких вот часто находитесь, подобный опыт был или предложение? Нет. Это развращенные люди, их надо в деревню, корову упасти будет. А если природа вот ошиблась, вот что, я не знаю, что, может я сама не знаю развращенность. Ну, бывает, конечно, для этого есть духовный закон, поймите, вот, есть закон, и можно дать ей одну минуту, пожалуйста. Но вы такой вот сторонник духовных законов, но в то же время не суди, и судим не будешь. Подождите. Это тоже духовный закон, одна из заповедей, но вы же это делаете. Ну, давайте сейчас не будем судить, кто торгует органами. Кто не хочет, как не заставлять таким человеком? Убийцы, давайте убийцы. Господа, одну секунду, если мы заговорили о суде, давайте спросим у правозащитника. Убийцы тоже бывают разные. Сейчас, Татьяна, у нас просто сейчас на связи Александр Молохов, адвокат. Нет, адвокат, правозащитник, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации. Вот хотелось бы спросить у юриста это мнение. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Тут Владимир едва не спутал, но, да слава богу, все решили. Какие шансы у этих персон выиграть дело? Николай Алексеев очень неоднозначная фигура. На самом деле, этот человек выиграл уже два суда у Российской Федерации в 2005 году и в 2018 году в Европейском суде по правам человека в связи с затронутой вами проблематикой. Но к нему неоднозначное отношение даже в российском гей-сообществе. Многие геи считают, что он вредит своими акциями, называют его таким зообразным попом-капоном, провокатором. Считают, что он просто пиарится на этом. На самом деле, никаких гей-парадов он проводить не собирается. Более того, если говорить конкретно о крымской проблематике, как такового серьезного гей-движения в Крыму не было ни в украинские времена, ни в России. И поэтому у геев много разных проблем, но это далеко не самая главная проблема гей-сообщества, вот эти пресловутые гей-парады. Поэтому, ну в общем, я еще раз повторяю, это достаточно серьезная акция с его стороны, она коснулась всю Россию. То есть он забросал в Европейский суд своими жалобами, это несколько сотен жалоб. И Европейский суд к его доводам прислушивается. Но здесь очень важно, по каким мотивам крымские суды, в частности, ему отказывали, потому что отказывать нужно очень аккуратно, грамотно. Я вот не читал этих решений, не знаю, что там было написано и по каким мотивам ему, собственно говоря, было отказано. Александр, а что, Европейский суд действительно может обязать Россию принимать там у себя гей-парады или проводить их на территории страны? Нет, Европейский суд не может Россию ни в коем, никогда, никоим образом, и на это не претендует, обязать Россию проводить гей-парады. Он просто присудил по делу 2010 года вот этому Николаю Алексееву денежную компенсацию 30 тысяч евро, которую он до сих пор не получил. А по последнему делу, которое было в ноябре 2018 года, тоже он обжаловал отказ проведения гей-парадов. Европейский суд не присудил ему ни копейки, сославшись на то, что он, собственно говоря, и не собирался их проводить, а просто таким образом зарабатывает деньги. Ну, фактически, из решения ЕСПЧ, потому что он не присудил ему ни копейки, на мой взгляд, вытекает именно это. Ну, это тот случай, Александр, когда нужно разделять геев от персон, которые зарабатывают деньги. Благодарю вас за экспертное мнение, вам всего доброго. Господа, ну вот действительно, Владимир, у меня к вам вопрос. Вы все-таки сторонник имперской России, да? Я правильно ведь понимаю? Ну, как понять, что такое сторонник имперской России? Я сторонник, чтобы Россия наша страна вернулась в ту старую, российскую, православную, христианскую Россию. А в то время были там такие вот необычные личности? Я думаю, что, может быть, это были абсолютно какие-то единичные случаи, и никогда так это не рекламируется. Ну, вы что, а вот посмотрите вообще больше вглубь историю. Это было вокруг того, на каждом углу. Ну, города Содома и Гомора были уничтожены. Мы сейчас говорим о России. Ну, нельзя легализовать это, поймите. Ну, давай, если мы сейчас легализуем все, что можно легализовать, тогда здесь будет вообще ад на земле. Вот он говорит, что он... У нас садомиты часами показывают с центральных каналов все свои концерты. Мы их смотрим, и наши дети все смотрят, и вообще, что нельзя будет смотреть, потому что там просто льется очередная грязь. Какой-то, извините меня... Почему здесь дети? Дети, как можно заставить человека стать таким, если... Владимир, ну вот действительно, вот ведь в церковных уставах там ведь тоже было предусмотрено покаяние за садомию? Нет, ну покаяние есть любое. Нет греха, которого Господь не может простить. Но мы должны понимать, что садомский грех страшнее его только самоубийство. Там есть пьянство, там есть наркомания, есть там зависть, блуд, там все. Но это извращенно. Если Господь придумал человека, создал ему женщину, да, мужчину и женщину, для размножения, да, для близости. А здесь это извращенно. Это чисто... Это люди, которые занимаются садомским грехом, будь то там женской стороны, там, лесбиянки, да, или садомиты, там. Это чисто люди, которые находятся уже просто во власти дьявола, бесов. Это реальные вещи. И об этом церковь тысячи лет говорит. А вот Татьяна считает, что это их личное дело и личное право, да? Вот по сути, если человек хочет пройтись гей-парадом, вы не против, правильно я понимаю? Я просто считаю, что запретный плод сладок, и я не сторонница наблюдателя. Хорошо. А где гарантия, Татьяна, что скоро педофилы не захотят пройтись парадом или маньяки? Нет, это не так. Во-первых, много гей, в которым это не нужны никакие парады. Вот они такие и будут такими... Тихушники, надо посекундочку себе заниматься. Не тихушники, это их личное дело. Вот. А во-вторых, я считаю, что да, это всего лишь провокации, вот как представитель, первый был в нашем эфире, вот, что зачем нужны парады, если ты и так можешь спокойно жить своей жизнью. Ну, хорошо. А вот у нас, взять, к примеру, в Крым, да, вот Александр Молохов напомнил, что у нас в Крыму еще, слава богу, не такая вот сложная ситуация со всеми этими ЛГБТ-движениями, но тем не менее, да, люди не особо-то хотят выходить в эти парады, хотя Семис уже стал знаменит благодаря этому. Он не стал, был всегда. И был, и еще в советское время, насколько я знаю, Владимир. У нас вообще в Крыму с любыми движениями сложная ситуация. Хорошо, а вот... Раз сравнивать какие движения, Содомское движение, одно из самых, это совершенно наркотиков. Человек может, от наркотика можно его посадить. Будете тратить свои нервы и злиться, и они знают, что это исчезнет. Нет, 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 этот грех невозможно, молчать. Ну, невозможно его убрать. Возможно. Его можно загнать в подполье. Так вы готовы убивать тогда? Зачем? Я сейчас скажу, что убивать. В общем, крайности. Загонять его надо в подполье, давать ему зеленую улицу, вот и все. Нельзя сравнивать даже наркоманию с Содомской движением. Потому что наркоману можно снять, положить наркодиспансер, прокапать его, отмыть, там, откачать. И он стал нормальным человеком. А этот человек уже повреждается до конца дней, понимаете? Не знаю, я так не отношусь. Это же идет извращение подсознания. Потому что... Человек поврежденный до конца дней. Владимир, вы хотите их оставить на заднем дворе, я так понимаю, да? Это весь подполье. Знаете, я вот понимаю ваши эмоции, это ваше личное право. Это право миллиардов людей. Миллиардов людей. Мое личное. И так ответят все нормальные мужики, если вы сейчас возьмете где-нибудь, кинете в интернете. Я вот думаю, больше всех злятся люди, которые самим есть что-то скрывать. Но это, конечно, не о вас. Да, Господи, я же... Вы знаете, я грешный человек, конечно, что я святой. Кстати, Владимир, позвольте сейчас одну секунду. Просто говорят, вот психологи не я, и я ни в коем случае не хочу вас оскорбить, но говорят, что те люди, которые прям настолько яро борются, тоже где-то... Может быть, крутые фантазии у вас. Татьяна сказала это слово, да. Что, 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 вы повторите. Вы хотите меня обидеть, короче. Не с коим образом. Я специально сказал, что ни в коем случае не с целью обидеть, но тем не менее. Я же сказал, что я человек грешный. Я не буду, если я грехицу, называю на исповеди священнику. Но в этой ситуации, поймите, вы... Ну я вот понимаю, кстати, вы меня рассмешили. Надо вставать и выходить. Ну что, я с вами с вами говорила? Я вас понимаю, это ваша личная позиция, я понимаю вашу категоричность и отношение к этим проблемам. Милая, я же вам сказал, что это миллиарды людей позиции, миллиардов людей. А вот у меня другая, я понимаю ваши эмоции только лишь, потому что у меня такие же эмоции вызывают вот не представители ЛГБТ, а, допустим, живодеры. Вот у меня такие же эмоции вызывают. Ну это тоже, конечно, это тоже неправильно, это тоже плохо. Это обычно не тоже неправильно. Вы не сравнивайте, есть тяжеловесные вещи. Вот вы тоже не сравнивайте. То, что делают представители меньшинств, это они там делают ради удовольствия, да, мне кажется? А то, что делаете живодеры, это, по-моему, они обижают слабо. Они же, они же рожать детей. Знаете, как писатель сказал, лучше, чтобы он не родился. Но если он соблезает одного из малых всех. Ведь кого-то он все равно прилег в свою пару. Понимаете? Послушайте, и кого не хочет, чтобы его развратили, его не развратили. Господа, кстати, вот если говорить о животном мире, там тоже в некоторых популяциях весьма распространена садомия. Нельзя сравнивать человека с животными. Человек имеет бессмертную душу, а животное не имеет той души, которую у него человек. Человек имеет бессмертное спасение души. Мы все умрем с вами, душа пойдет на суд. И садомиты находятся в самых преисподних, в самых низинных адах. Это страшная вещь. А вы там были, что вы знаете, что они там находятся? Есть священное писание и святые отцы. Мало ли, на заборе тоже есть писание. Так это не значит, что это правда. Вот моя дорогая, вы не дерзите написать. Писание по поводу забора. Потому что я вам в эфире всех, кто будет говорить на Писание, мы будем кучу примеров, как люди потом умерли в страшной смерти. Кто гнал на священное писание, кто гнал на спасителя. Ну это никто не знает. Поэтому, как никто не знает, я вам после эфира, я после эфира вам приду. Господа, давайте обойдемся без проклятия в прямом эфире. Нет, никого проклятия нет, я просто предупреждаю. Не надо священное писание с забором сравнивать. Татьяна, если возвращаться, действительно, хорошо, бог с ними, да, хотят где-нибудь там тусоваться на заднем дворе, пусть тусуются. С ними, говорите. Секунду, Владимир. Простите. А живодер, значит, такой себе. Татьяна, послушайте меня. Ну, потому что для меня это так жестко. Ну, мы сейчас говорим о другого рода. Я просто сравнила, я просто хочу стать на место человека и представить его истинное отношение. Лучше на их места не становиться. Я на место представителя божественной власти. Смотрите, Татьяна, вот взять в пример действительно дети. Я уже представитель божественной власти. Нет, вы не правы. Господа, у нас немного другая тема эфира, давайте пока успокоимся. Есть дети, да, которые смотрят. Да, эти люди могут делать, что хотят. Это их выбор, господи, это их право. Они уже взрослые, выросли, я не знаю, в силу каких обстоятельств они выбрали. Такие предпочтения. Но, тем не менее, а когда вот, допустим, пара лесбиянок или геев в той же Европе пытается усыновить мальчика или девочку? Какой пример? Вот в этом случае, Татьяна, вы тоже будете толерантны к ним? Я буду толерантна. Ну, я не знаю, как это будет. Ну, а кем вырастет тогда этот ребенок? У него не будет примера нормальной семьи мамы и папы. У него будет пример мама с бородой и папа с бородой. Ну, хорошо, мы же здесь не решаемся в гумирах. Как Марц и Энгвис были, муж и жена. Они тоже? Конечно, да. Энгвис был его папой, мужем. Хорошо, а сколько талантливых людей, талантливых людей, книги, которых вы с удовольствием читаете, допустим? Не читаю. Я садомитов не читаю, а же перекреститесь. А вдруг вы читали, вам понравилось произведение, а вы только узнаете, вы что, забудете? И такое может быть. Да. Квинт, слышали песенки? И что? Элтон Джон, например. Организм не понимает. Элтон Джон, а не Фрадим Меркьюри, никого, не Битлз. Но они же талантливые. Все садомиты. Вы не переваривайте, но они же талантливые. Мы не видели, мы свечку Чайковского не держали, поэтому мы не будем об этом говорить. Ну, с Степаном Кискиным та же тема продолжается, да, про свечку. Господа, ну на самом деле, да, никто ни над кем свечку не держал. Мы говорим очевидные вещи. Ну, парад ладно, парад мой уже отмечен. Мы нормальные люди, адекватные, да, вот вас, я знаю, дочка, я видел, да. Вы же нормальная, адекватная девушка. Мы сейчас говорим о прописных вещах, то, что действительно, даже нечего обсуждать, это обсасывать, понимаете. Эти вещи должны быть осуждены мировым сообществом. Мы не давать, когда госка садомитов подписала какой-то закон. Ну, сейчас, конечно, есть садомское лобби, оно очень серьезное, очень мощное. Но мы должны противоставлять этому греху, телевидение должно противоставлять этому греху. А мы начнем осуждать, ставить на дни весы живодеров, там, пьяниц, наркоманов, садомский грех, точнее, вот только самоубийство. Это самый страшный, один из самых страшных веков. Владимир, вот какие конкретно шаги вы предлагаете предпринять для того, чтобы, условно, искоренить? Не загнать, как вы говорите, в подполье, а избавиться от всего этого? Знаете... Загнать они, а потом снова оттуда... Я вам скажу, хотите, я услышал ваши вопросы. Как черт из того керки. Вы знаете, этот грех искоренить невозможно. Когда грех будет искорен самим Господом, как Господь придет на землю, и духом уст своих упразднить все зло. Все грехи, которые были от сотворения мира. Но... Тогда и нас сами упразднят, всем лишние. Ну, конечно, нормально. Милая моя, ну, подождите. Ну, я же говорю, что вот есть... Вы знаете, вот давайте так сделаем. Вот есть... Ну, просто нужно широко рассуждать. Я вам широко сейчас обсуждаю. Вот сейчас идет Великий пост. Я вам предложу пример. Вот муж... Муж. ...имел близость со своей женой, законной, Великий пост. Это есть грех. И есть Невеликий пост. И мужчина пошел, изменил своей жене, другой женщиной, с коллежанкой, с соседкой. Тоже за мной. Это и смертный грех. Есть грех, который ведет ко смерти. Это, куда я сказал, второй. А первый, это просто человек пошел, ну да, вот пост. Надо было воздержаться. Ну, не выйдет. Гормоны бьют. Человек пошел и был близостью со своей женой. Это грех. Кстати, вы прекрасный человек, у вас светлые глаза. Но... Да причем, если мы... Ну, надо так рассуждать глобально. Вот вы не грешите. Вы меня услышали, что грех греху рознь, понимаете? Да. Или пошел, напился, морду набил. Или пошел, значит, меня изнасиловал девочку 12-летнюю, расчленил ее, выкинул, чикатило. Тоже грех. И там грех. Вот Содомский грех, это один из самых страшных грехов. Я повторяю, после самоубийства. Не дай бог, никому не пожелаешь. Что еще можно сказать? Это все предложения по решению проблемы? Нет, нет. Решение, пожалуйста, решение проблемы какое? Мы должны, вот должна быть, вы, мы сейчас находимся на телевидении. Даже не говори, там где-то сейчас за чашкой чая, там где-нибудь в кафе. Это, конечно, это должна быть программа, нужно приглашать людей, нормально. А, собственно, мы здесь это обсуждаем. Надо приглашать сюда спортсмена, приглашать все религии, православные христиане, мусульман, иудеев. И до конца жизни разговаривать сидеть, да? Зачем? Это ничего не поменяет. Нет, должен быть решен закон, что Содомский грех должен быть осужден. Хорошо, честно скажите, вы бы их расстреливали, да? Расстреливали бы их? Ну нет, ну зачем? Честно скажите. Нет, конечно, я бы не расстреливал. Ну что? Нет, ну зачем? Город будем создать отдельный? Да, если бы я был в власти, конечно, я бы ходил на резервации, бы выстрелил, безусловно. Пусть они там живут, может быть, даже газ бы им провели там, воду, пускай живут, но за колючей решеткой. Газовым оружием, да, праведливо? Ну зачем газовым оружием? Господа, да, здесь вопрос какой газ. Но в любом случае у нас такой... Надо быть пропаганда на телевидении, здорового образа жизни, нормальной семьи традиционной. Чтобы люди могли жить на селе, в деревне, воспитывать детей. Нас позагоняли, конечно... Дадимир, ну вы на селе живете? К сожалению, нет. В городе. Ну а что мешает? Я скорблю, я скорблю, что живу не в деревне, у меня нету своих курей, коровки, там, козочки, что-то такое. Я скорблю, что мы живем в этих многоэтажках. Ну, к сожалению, я стремлюсь, стремлюсь. Господа, хватит про козочек и прочих. Знаете, что у меня это смешно? Татьяна, у нас уже время эфира заканчивается, я думаю, вы уже вне рамок студии будете продолжать обсуждение этой темы. В любом случае, очень так своеобразно все это получилось. Но в любом случае, я уверен, что, безусловно, у каждого человека есть свои какие-то предпочтения, желания, привычки. Но главное, чтобы они не переходили грани разумного, не нарушали морально-этические нормы и не воздействовали негативно на молодое поколение, в первую очередь. Спасибо вам за беседу, зрителям за внимание. Увидимся с вами завтра в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова